Иди сюда, блядь, мой сладкий пряник. У меня шеф-повар, он свободных нравов. Еврейские помидоры, блядь, обрезанные, без кожуры. Салют, ребят, с вами Тони. Сегодня я выступлю в качестве повара. А пить мы будем водочку. А готовить мы будем вкусную закуску к ней. Let's go, mother fucker. Первая закуска. Первая, number one. Это битые огурцы. Как сказал мне мой шеф-повар, я говорю, историю расскажи битых огурцов. Он говорит, ну, чтобы не солить огурцы, а придумали малосольные. Потом их отпиздили и получились битые. Ну, ебать, гениально. Гениально, шеф, настоящий шеф. Гениально! Ну, вы в комментариях потом напишите, если знаете, откуда этот рецепт. А мы приступим к нарезанию, не знаю, в какую камеру смотреть, к нарезанию этих красавцев. Берем огурчики. Чик-чик. Хуяк. Еще хомяк. Завод Маяк. Все? Вот так? Да. А хули так тонко толсто? Я люблю. У меня шеф-повар, он свободных нравов. Можно резать по-разному, как вы уже поняли. Сделаем вот так. Это же домашняя закуска, поэтому можно не забываться особо. Берем пакет. Если нет такого, маечка наша, маечка наша, все. Берем пакет, засовываем туда наши охерки, клюкумберы. Это у меня? Питер, я получается, блядь. Берем чесночок. Я видел в каких-то видосах, что там его вот так вот делают, вот так вот, вот так вот, и вот так вот, блядь. Никогда не пробовал, вот попробуем первый раз. И шинкуем все это дело. Сойдет. Никогда не забывайте о спецодежде. Главное, чтобы секс был защищенный. Далее. Берем немножечко остроты. Хороший перчик жжется дважды. Мы добавляем немножечко сахару. Белой смерти. Сколько, шеф? А это выделит потом. Пол столовой ложки на килограмм. Я что, потом весы, блядь. Сколько сюда? Все, заебца. Еще чуток, я люблю послазься. И соли. Соли тоже сыпем. Столовую ложку на килограмм. Пошел ты. То есть, то есть, четверть. Полови. Блядь, ну, математика не мое. Далее. Немножко спецэффектов в роли кинзы. Так. Хуя себе тут, блядь. Ну и все, что? Засунули туда. А дальше мы наказываем наши огурчики. Ну, а по-хорошему мы просто кладем и какой-нибудь хуйней желтой. Все. Оставляем. Оставляем всю эту нашу прекрасную историю. Ну, выкручиваем. На 15 часов. Ребята, 15 минут. Хуя себе. Ну, часов, блядь. Не, ну, вообще, по-хорошему. Я помню, мы мариновали в одном баре долго. Сутки стоит. Оно там все напитывается. Все это выходит. Ну, а так, если это по-быстренькому, надо там чики-пуки. Это же водочка. Дело такое. Трубы горят. Надо быстро выебать. Хуяк. 15 минут. Полупил. Хорошо все вышло. 15 минут постояло. Ну, оно там как-то впиталось. Но это очень вкусная штука. Специи и все такое. Разные огурцы там. Разные соли. Питерская. Пока приготовим все остальное. Оно как раз постоит 15 минут. Достанем, зачекаем, что получилось. Готовим блинчики с икрой. Ну, надо же пожарить блинчики, правильно? Берем тесто. Тесто там напишем, как мы делали. Ну, это простецкое, обычное тесто. Берем сковородку. Берем масло. Масло. Обычное масло. Добавляем чик-чик-чик. Мини блинчики. Два. Рис. Ждем. Схватится сейчас. И мы его... И все. Да еб твою. А? Эвэк флезир. Ебись ты конем. Итак, ну, пожарили мы блинчики с вами. Берем сметанку. Мое почтение. Все, 5 минут при вас вообще. Бам-бам-бамчик. Зачем Мадяру Христать и запивать пиво? Можно же кушать красиво. Ну, если... Если... Большой праздник, то можно взять икры. Такая недорогая. Но зато икра. Много икры. Вот так вот прям. М-м-м. О-о-о, е-эс. Right there. Все. Украсим. Let's go. Главное что? Главное вкус. А выглядит... Ну, тоже ничего. Красиво, хорошо. Следующее. Что следующее? Еврейские помидоры, блядь. Обрезанные. Без кожуры. Бля, извините. Бля, это пишется, да? Ну, еб твою мать. Вы что думаете, я все знаю, что ли? Нет, конечно. У меня специально быстрый человек пришел, мне все рассказал. А я тут такой умный стою, типа, ой, ебать, я знаю, 5 закусок, бля. Я бы тоже пивом запивал, бля. Я нормальный человек, все хорошо. Помидоры по-еврейски. Почему по-еврейски? Потому что шеф-повар еврей. Ну, вот он назвал их по-еврейски. Я уже, как видите, как настоящий мастер, шеф, здесь в говне. А дело же белое, при готовке уже умный человек. Берем помидорки черри. Будем в минимальном размере, на одного, так сказать. Режем их. Ла-па-пам. Берем сыр натертый. Перетертый. Кидаем. Сыра мало не бывает. У нас чесночок. Ну, вообще, можно его нарезать. Здесь у нас он блендернутый немножко, такой весь в какашу. Добавляем. Немножко. Мазик. О, бля. Нормально зарядил. Все. Что? Все очень просто. Чесночок, сырок, мазик. Я думаю, здесь бы подошли большие помидоры. Ну, побольше чуть-чуть. Но черенки тоже подойдут. Макнул, съел. Кайфанул. Бля, жизнь. Азиатская кухня. Следующая закуска. Ролл с тунцом. Нам нужен огурец. Как-нибудь мы его сейчас колбаснем. Дальше. Сейчас мы опорожним. Наш царский болгарский перец. Семечки, не семечки. Мы же дома. Как вам нравится больше? Крупно, мощно. Ну, вы поняли. Тунец. Ну, ля-ля. Половинку. Вот так. Естественно, посмотрите на нас. Это тело существовать без майонеза не может. Майонез! Вау! Поэтому мы берем майонез. Здесь. Ну и все. И мешаем. Так, ну вот. Мы фаршанули это все. Красиво, наверное, смешали. Все супер. Берем лаваш. И выкладываем нашу сверхкалорийную. Почти пепешно, если бы не майонез. Делаю первый раз. Отвечаю. И скручиваем это дело. Вообще, не будем выебываться, а то сейчас все просыплю здесь. Оставим красиво. Вот так положим. Вот так разрежем. Все. Ролл готов, бля. Наливаю одяру. Начинаем. Видишь, Париж. Следующая закусочка. Это простой бутерброд с килькой. Ну. Если сделать с душой, то даже килька и хлеб будет блестяще. Слезы ангела просто. Берем кусочек хлеба, отрезаем. Нарезаем его вот так. У нас тут четверо. Давайте сделаем вот так. Берем кильку. У нас была в томате. Ну, что поделать. Стоила она, по-моему, рублей 80. Ну, потравимся, но зато вкусно. Самое дешевое, все самое вкусное. Доширак, килька, мазик, да? А? С кайфом. Нам пизда. Да не, она... Нормальная, видишь, какая? Почти еще живая. Глаза есть? Глаза, ага. В ахуе они. Ебать, я в шоке, нахуе. Берем кильечку. Кладем на бутербродик. Ох, блядь, какая дешевая килька была. Ну, ничего, все ради вас. Здесь могла быть реклама хорошей кильки. Любишь кильку в томатном соусе? Вспомнился тут анекдот. Мне кажется, я его рассказывал. Встречаются два клитора. Ну, один у другого спрашивает. О, боже, а почему ты так пахнешь рыбой? Да, это все злые языки. Видите, не к столу будет сказано. Ну, что поделать. Дальше мы берем на наш бутерброд. Кладем. Каирочек как-нибудь его ебанем сейчас. Это все остатки. Видите, все по-домашнему. Ох, блядь, ебаный в рот, задал ты мне задачку. Давайте сделаем творчески. Вот так. И вот так. И. Ну, сред тебе привет. Ну, немножечко лучку. У-е-е. Вот аж килька. Куда без лука? Без запахов. Мы же дома. Все, все просто. Всегда можно мазиком туда въебать. Ну, обычный бутерброд с кильочкой. Ну, огурчик, свежий стилучок. Фу, и потом целоваться, блядь. Добрый вечер. Все готово. Погнали. А сейчас нальем по рюмашечке и вместе. Кстати, проверим, как наши тамагерочки. Let's go. Ну, вот, 15 минут. И век плезир 5 блюд. Ну, здесь 4. Мы не надо забывать о наших огурчиках, которые 15 минут постояли. Достанем их, положим. И вот у нас получаются битые огурчики 10 минут. Ну, плюс 15 постояли. Бутерброд с кильочкой, огурчиком и булочкой брюш. Роллс, как его называют, тунец. Ну, блинчики, понятно, тоже 5 минут. Ну, и супер еврейские помидорчики. Добрый вечер. Предлагаю зарядить за любовь немножечко русской водочки. Тут, видите, даже имя написано, Тони. Моя. Уф. Именная бутылка. Ну, я сам себе ее присвоил. Че снимаешь? Давай бухать. Так, ну что, сначала надо поесть. На голову желудок никто не пьет. Просто на ютегамеру я пожру, подождите. Как говорит мой оператор, это блюдо. В нем очень много КБЖУ. КПЖУ. Ну, по мне, видно, что я не спортсмен. Не спортсмен, я не знаю таких умных слов. А он спортивный пацан. Он КБЖУ, ЖБКУ, ККЖБУ, ЖКТ, там, ПСЖ и так далее. Ммм, да, чувствую себя КБЖУ в норме. Добьем свое здоровье дешевой кейкой и вкусной водкой. Подписка, лайки, комментарии. Если был непрофессионален в приготовлении пищи, я и не повар. Я блогер. Короче, подписка, любовь. За счастье и радость. Субтитры сделал DimaTorzok